Как-то раз прочитал о молитве у святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он писал, что если человек кого-то любит, то всегда находит время и возможность, чтобы рассказать ему о своей любви, поговорить с тем, кого любит, найти для него ласковое, доброе слово. Точно так же в отношениях с Богом. Если человек говорит, что любит Бога, но не хочет и не может молиться, потому что ему тяжело или он занят, то все его слова о любви – это ложь и самообман. Когда я вот это прочитал, меня как током ударило. Сколько раз я находил повод не читать молитвенное правило, находя для этого самые благовидные предлоги. Тут я весь день выполнял какую-то важную срочную работу, потом устал. Поэтому завтра помолюсь. Тут ко мне приехали гости, я весь вечер их развлекал, а завтра нужно рано вставать. А тут у меня просто было плохое настроение или мне откровенно было лень. Господь же знает, как я его люблю, безо всяких моих молитв. Разве нет? Конечно, Бог-то это все знает, а вот моя душа, к сожалению, нет. Молитва для нее, как больному кислород. В суете и смраде ежедневных бесконечных дел, без молитвы душа задыхается и реально болеет. Недаром же святые называли молитву не иначе, как дыханием жизни. Помню, как-то прочитал у известного архимандрита своего друга, как однажды они молодыми монахами в Троице-Серговой лавре пошли к отцу Кириллу Павлову. Пожаловаться на слишком, как они думали, большое молитвенное правило, что они не могут его выполнять. И в ответ получили от духовника благословение, которое мой друг запомнил на всю жизнь. «Умри», — сказал им отец Кирилл, — «но правило прочитай». Сам батюшка нес послушание духовника главной обители России, принимал паломников, которые шли к нему с утра до вечера. А еще нес послушание казначея и ответственность за посылки для братьев, которые привозили в Троицу-Сергиеву лавру, иногда машинами. Всех их надо было сортировать, разбирать, а потом доставлять адресатам. И несмотря на эту немыслимую для нас ежедневную занятость, несмотря на свой преклонный возраст и проблемы со здоровьем, батюшка всегда находил время и силы для главного, для молитвы, для общения с Богом. В общем, когда захочется пропустить молитвенное правило или порассуждать о Боге в душе, вспомните эти истории. Мне лично это очень помогло. Такие дела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!